всем доброе утречка вышла дерево увидела вот сюда мы в итоге поставили на второй этаж в уголочек у меня тут пальма стояла я перенесла в другое место не пальма драцена такая виде пальма она есть маленькая а этот цветок тут идеально встал как будто тут и было красиво очень и света тут много тут и из этого окна свет идет и из той комнаты свет идет и с комнаты вот напротив тоже свет идет поэтому тут в коридоре света очень много хвостик спит еще хвостик у нас любит вообще последнее время вот все лето практически он спал вот на том окне а сейчас вот тут спит вчера даже на том окне спал хвостик говорят тебя давно у нас не было во влогах улотин хвост хорошенько старенький котик наш а вот молодой вот молодой да буй вот он бузик вот уже листики валяются сашка утром встал и подлез к дереву начал листики обдирать справку дали на пшик и сказали продолжать на следующей неделе на следующей неделе сегодня среда да с понедельника да пойдешь на домашнюю все равно будешь делать молодец хорошо заходи миша я сырнички сделала больше кушать что ты в школе будешь ну хорошо напишешь какой-то молодец не бросил кофту поставил шкаф повесил вот такие вот сырнички у меня сегодня еще зашел говорит мама я думаю почему блинами пахнет я говорю нет сегодня не блины сегодня сырники вкусный да мама дескать забрала а я рисовал вообще-то тут меньше на прописях сашка научился танцевать вместе с роботом танцует ой закружился саш закружился миша его включил а он рядом с ним давай затанцовывать опять в эту сторону саш упадешь научился ходить молодец затанцевал саш затанцевался вот саша нравится тебе визащие игрушки очень сильные всякие ставь его ставь робота ставь опять включил сажда не по кругу надо просто ножками топ-топ-топ как мишка косолапый мы с никитой вчера перебирали его полку он хранит свои старые дневники я говорю никита чем они тебе нужны он говорит там его первые оценки что они ему важны потом будет как его воспоминания начальной школе ну ладно раз дорого значит будем хранить я сейчас оделась поеду за никиты съезжу он из школы еще домой не пришел он пошел к бабушке оттуда его заберу но я еду потому что хочу зайти в школу хочу спросить насчет подготовительных занятий для стёпы у нас миша ходил чтобы попасть к определенной учительнице он ходил на подготовительные занятия ну просто навела эту группу и потом уже знакомые дети с учителем то есть это не сто процентов что он попадет именно к эта учительница но так как уже знакомый учитель может взять себе в класс поэтому хочу попробовать три учителя которые будут на следующий год в школе все хорошие поэтому мне все равно в принципе кому попадет стёпа но не разные и разные по возрасту и разные по характеру я обо всех спросила об этих учителях у учительницы который сейчас у миши ведет год выбирайте сами какой вам больше педагог подходит я еще сама не определилась какой больше подходит потому что вместе по 100 по строже есть помягче то который помоложе может быть в дикле это уйдет ну короче будем думать еще но я опять же не факт что мы точно попадем именно к этому учителю нет никаких гарантий нигде они какие договора не подписываются по поводу этого но в любом случае стёпе бы походить на подготовительные занятия к школе потому что у него с знаниями не очень хорошо особенно вот этот алфабит чтение у него прям с большим большим трудом он с удовольствием пишет буквы он повторяет вот письмо он пишет в прописях то что как раз миша у нас не мог делать стёпа делать с удовольствием а миша у нас читал с трех лет с двух лет даже там ему было 2 и 8 что он начал читать у нас но он никогда не любил писать и рисовать для него это тяжело ему это не нравилось а у стёпа вот наоборот короче в любом случае на подготовительные занятия мы хотели бы походить и еще хочу потом потом отдать к логопеду стёпу он к логопеду оффлайн мы приехали в школу с сашей никита сказал я в школу не пойду приводи мне сашу я с ним дом сижу вот веду сашу к нему да саш не саш не туда хочет идти саша все интересно тут сейчас мы три подъезда надо пройти припарковалась просто ближе к школе сюда встала три подъезда эти будем идти вечность да саш потому что все интересно где сам сам ножками иди ко мне саш ко мне к маме иди иди сюда иди где пошли иди иди к маме то подушечка маленький догоняй мама да догоняй давай . соску не отдает машине взял соску и все не отдает вот малядец ты же не спишь вот и вытащи ее школу я сходила три минуты буквально чтобы записаться кто пока будет вести не известно кто из учителей но я пожелание высказала а там посмотрим кто будет кто-то будет вести но опять же неважно кто ведет но скорее всего кто ведет кто-то будет потом классным руководителем вот так но я просто вот говорю я пожелание своей сказал что если будет вот это вести учитель то нам лучше к ней может быть попозже просто не они говорят что они ведут в разное время кто-то вот с октября начинает кто-то начинает с января вот так короче сейчас иду обратно к сашке сашка заплакал когда уходил он увидел что я ухожу и начал плакать вот я подумал как он нам себя ведет у меня не было буквально три минуты так что я думаю ничего страшного бабушки там дома нет там никита таня бабушки нет смотрю он там не ходила мусор выкидывать я уже забыла как это из квартиры выкидывать куда-то мусор на мусорку далеко нас весь мусор сергей вывозит на машине все малышочка забрала никита тоже забрала не хочу тебя а папка для трудов их из рюкзака торчит папка 4 в руках не несешь большой такой да у вас фамилии лук голубые футболки же ко мне пришел меня меня забыл говорит вот маме руку дал как в школьнике дела какой тебе из новых предметов больше всего нравится из вообще предметов география никита говорит нравится ему пришла отправить и плюс мне надо забрать еще кое-что заказала себе футболку одну еще и заказала детям куртку посылку получила отправить не отправила попросили паспорт он у меня в машине лежал сейчас сходила за паспортом только мне красивая обложка на паспорт иду отправлять нас вообще был другой пункт выдачи яндекса этот не так давно открыли но от того почему-то суда перенаправлять постоянно вот сейчас два заказа дождалась и забрала а забрала я в яндексе футболочку очередную для себя и вот тут должна быть куртка не помню только только для миши то ли для никиты в общем для кого-то из старших куртка и еще одна будет куртка я две заказывал кто тут сидит степа мы из детского санта тоже забрали все саша из машины собралась вытаскивать подошла а тут бузик запрыгнул он и в машину любит запрыгивать и так дверь отстаешь открытой там пока все дети садятся он раз запрыгнул машин достала я футболку которую в этот раз купила вот так она на мне будет выглядеть сергей сразу сказал горизонтальные полоски ты типа низкая горизонтальные полоски тебя еще ниже делает на самом деле так оно и есть обычно но она на оверсайз это не всегда распространяется мне понравилась эта футболка тоже были разные цвета опять же брак написано пятнышки что за пятнышки я пока не нашел опять же с того магазина заказывал вот который свалберс распродает на авито товар с браком а вот нет показалось нет не это показалось в общем там были с дырочками а были с пятнышками я говорю отправьте мне с пятнышком я постирал да я не нашла где тут пятнышка это потом поищу короче прикольные футболки много там разных расцветок было меня спросили как найти этот магазин на авито да по названию можно носить я так даже не знаю вот можно на валберис найти можно на авито найти но сейчас у них не работает магазин этот то ли инвентаризация то ли что-то такое не написали телеграм я изначально из телеграм на них подписалась вот такие вот дела а и в телеграм подписалась из инстаграма instagram увидела это фирма галины боб я не подписана в инстаграме вот короче оттуда туда оттуда туда так и наткнулась на этот магазин это не реклама естественно не никто ничего не платил я сама платила за эти футболки сама но стоило вот этот футболку тоже опять же совсем совсем копейки, но вот эта футболка она тоненькая, вот те две футболки они прям плотного-плотного, вот такого материала знаете, вот прям не знаю как объяснить, а эта тоненькая такая, больше летняя Саша сейчас ходил с папой гулять Сергей там когда солнце начало садиться решил, что холодно, зашел домой и взял вот первую попавшуюся кофту а это была Степина кофта а в итоге Сашка так и ходит, как в платье я подгузник решила сейчас поменять и пойдем опять гулять, да Саш? кофточка вон какая большая у тебя, красивая давай ну-ка, держи, держи 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 флафик, да? флафик такой па-па-пау у нас таких три это Никиткин был с единорогом там, когда вот этих флафиков заказываешь там не видно, кто внутри то есть наугад поэтому детям они тогда и понравились да, потому что случайно достались держи а я сейчас заказала доставку мне привезли с мегамаркета три заказа тут влажные салфетки упаковку большую опять заказала у нас влажные салфетки очень быстро уходят поэтому часто заказываю а тут у меня коробочка это, по-моему, мицеллярная вода а тут а тут паильник для Сашки я новый заказала а не предыдущий там уронили, сломался для Саши давай в коробочку а тебе это надо? да? ну давай откроем нет, ножнички мама режет Саша еще не умеет Саша уже, конечно, знает, что такое ножницы я ему их не даю вот, смотри, вот вот такую мицеллярную воду заказала видите, там бесится на втором этаже вот такую вот мицеллярную водичку заказала упаковка в упаковку коробка сначала сначала вот такой пакет потом коробка потом пупышка теперь еще пленка в общем, упаковка в упаковке еще одна упаковка сверху все очень надежно теперь вот такая упаковка а после этого еще и на крышке вот тут вот дополнительный скотч поэтому все очень-очень надежно упаковано да, Саша, смотри еще и скотч такой фирменный в общем, мицеллярную воду заказала у меня просто закончилось я в основном теперь все с интернета заказываю мицеллярную воду каждый раз разную заказываю особую, если честно я даже не вижу в них разницы никакой мне все нравятся вот в этот раз я первый раз миксит заказала у меня не было никогда такой ну, мицеллярка мицеллярка что с ней взять? главное, чтобы косметика смывала но была у меня классная одна мицеллярная вода она смывала просто, знаете, вот я даже не могу описать наверное, вот секунды за две вот так вот прикладываю обычно я держу секунд 15 а потом начинаю смывать а это я вот так приложила и, наверное, через секунды две уже смываю и все вообще смывалось идеально не помню, что за фирма это была с Белорус заказывала по-моему, белорусская какая-то мицеллярка была потому что я заказывала с сайта белорусской косметики тогда вот не помню уже не подскажу если влоги мои пересмотреть то там есть она но я вот сама уже забыла давно я, кстати, с того сайта ничего не делала заказа надо посмотреть набрать в корзину просто если я там заказывала обычно большую корзину набираю а это я все по одному да по одному так, и вот такой вот паильничек Саш, тебе паильничек смотри со сноруочком даже в комплекте нужно будет его помыть и можешь пить вот такая вот трубочка тут видишь вот так вот открывается опа и трубочка не будешь пить нравится? сразу в рот да ладно это уж лучше, да чем землю ты там облизываешь на улице надо помыть сначала помыть неси вон туда на кухню будем мыть а потом водички тебе налью неси на кухню неси 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 на кухню да, аккуратно аккуратно ты мама тут все накидала хочу разобрать манеж не сидит в нем Сашка хочу его продать у нас тут на кухне вот в этом горшке растет жасмин и были такие две пышненькие хорошие веточки так симпатично тут стоял а сушки зачем ты его переставил вот на ту полку вверх а у нас туда как раз сплит-система дует и его буквально за два дня так продуло что он весь засох вот осталось только два листика были веточки такие пышные и вторая была веточка продуло он засох я обрезала обе ветки оставила только два листика которые были целые и вот теперь новая веточка свеженькая теперь растет вот тут вот надеюсь будет потом свисти когда-нибудь вообще жасмин он любит плестись вокруг чего-нибудь может какую-нибудь подставочку потом ему сделать или переставить отсюда другое сюда поставить в общем пока растет пусть растет а может быть вот так его куда-нибудь пустить туда вверх жалко конечно он был уже пышненький а теперь все заново заново и а в в вот Субтитры сделал DimaTorzok